Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпайр» у нас в эфире. Я вас приветствую, Ольга Владимировна. Здравствуйте. Фантастические суммы, 137 миллиардов рублей. На что именно, как вы думаете, они пойдут? На некие преобразования, улучшения, на покупку новых лояльных журналистов, если их можно назвать же пропагандистов скорее, конечно. На что эти фантастические бюджеты? Ну, во-первых, конечно же, вот эти говорящие головы на телевидении, эти самые Соловьевы, Кистилевы, им же надо как-то компенсировать то, что они утратили возможность ездить на озеро Кома, на Лазурный берег и прочее, поэтому надо их как-то задобрить другим способом. Всевозможные конструкции типа фабрики троллей. Да, конечно, Евгения Пригожина нет, но его наследники остаются. И, конечно, создание всяческих бота-ферм для того, чтобы продвигать нарративы пропагандистские, нужны. Всевозможные сетки разных деятелей, типа той же самой Кристины Пахтубчик и других многочисленных. Ну и, безусловно, я думаю, что часть из этого пойдет в том числе и на каких-то хакеров, которые будут, наоборот, пытаться что-то взломать, что-то испортить и так далее. А как вы думаете, Ольга Владимировна, вот все деньги, которые они тратят на пропаганду, они в бюджет записаны? Или какая-то часть денег вообще не фиксируется, наличными там рассчитываются? Просто зная российские порядки, кажется, далеко не все по ведомостям проходит. Ну, конечно, нет. По ведомостям проходит то, что идет на какие-то официальные структуры. Та же Russia Today, кстати, достаточно эффективная структура, надо признать. Те же там пропагандистские каналы, но бесконечные вот эти пропагандистские сетки, бота-фермы, это все, конечно, серые схемы. Это те предприниматели, с которых берут налог, я уж не знаю, наличкой или как-то иначе. Но серые схемы, безусловно, присутствуют. Вопрос, какую часть общего бюджета они составляют? Половину, большую часть или чуть меньшую? Вы думаете, вот Moscow Times красиво посчитали, что 27 миллионов долларов в неделю на всю эту пропагандистскую деятельность тратится? Только, опять подчеркиваю, это бюджет. Очень возможно, что не меньшая сумма еще по теневым схемам проходит. Но вот, тем не менее, почти 30 миллионов долларов в неделю. Вот если простому россиянину подписывать все эти Соловьевские и Киселевские эфиры и писать, сколько они стоят, это вызвало бы какое-то пробуждение сознания? Или россиянину все равно, что из его кармана вот эти фантастические деньги, 30 почти миллионов долларов в неделю Россия тратит на манипуляции и пропаганду? Ну, если бы ему говорили о том, что именно он платит у Соловьевов, что вот этот, я не знаю, условный миллион долларов, который получает Соловьев, из него, из этого миллиона, это 5 тысяч его личных налогов. Но проблема в том, что россияне вообще плохо понимают, откуда берется бюджет. Дело в том, что все эти колоссальные налоги на заработную плату, их платит работодатель. И в этом проблема. Россиянам кажется, что у них не такие уж большие налоги, хотя это вовсе не так. И об этом были такие достаточно серьезные дискуссии, что очень полезно было бы людям понимать, сколько налогов они реально платят. А в противном случае им кажется, что это какие-то деньги из воздуха. То есть они откуда-то нарисовались. И они, обычные граждане, к этим деньгам не имеют никакого отношения. Они не понимают, что это реально деньги, которые украдены у них. Более 66 миллиардов рублей или более 68 миллионов долларов готов потратить Кремль на пропаганду в следующем году, которую будут внедрять в детских садах и школах. Это в 20 раз больше по сравнению с довоенным периодом, посчитало издание «Верстка». К так называемому патриотическому воспитанию детей и молодежи планирует привлечь участников войны против Украины, среди которых есть убийцы, ретидивисты, насильники, воры, мародеры. Больше всего денег получит путинский проект «Движение первых». Только для популяризации своей деятельности ему выделят более 1 миллиарда рублей. Всего «Движение первых» планирует выделить более 20 миллиардов. Также щедро профинансирует Кремлевское общество «Знания». Задачей этих пропагандистов является организация так называемых лекций, мастер-классов для молодежи от известных российских политиков. Ольга Владимировна, вот недавний день рождения Путина и вот этот массовый флешмоб, который пошел по школам с активным вовлечением детей. Вот эта абсолютно сталинская картина, помните, из «Утомленных солнцем», когда на воздушном шаре поднимают портрет Путина. Зачем они так идут к детям? Это же совсем уже что-то действительно кондовое сталинщина какая-то началась. Ну, потому что, как показывают исследования, как раз маленькие дети более восприимчивы ко всем самым страшным методам пропаганды, потому что до 10 лет еще не сформировалось критическое мышление у ребенка, и ребенок доверяет взрослым. И это самое страшное, что может быть. В подростковом возрасте, когда дети уже бунтуют, когда они не прислушиваются или, наоборот, даже категорически не согласны со взрослыми пропагандой, гораздо менее опасно. А вот все то, что происходит до 10-летнего возраста, это просто страшно. Поэтому если у вас маленькие дети, и если вы видите, что ваша школа проводит все эти уроки о важном, и все эти герои, прости господи, СВО, среди которых, кстати, достаточно часто встречаются педофилы, буквально совсем недавно, один, вернувшийся с фронта, изнасиловал и убил 11-летнюю девочку. Это происходит сплошь и рядом. То надо просто уводить детей на домашнее образование. Пока российские законы еще позволяют это сделать. Ну а если у вас детский садик, такой людоедский, то в него просто не нужно ходить. Надо выбирать иные способы восприятия своих детей, потому что ты просто потеряешь ребенка, и вот это самое страшное, что может быть. Ольга Владимировна, всегда, когда говорим о детях, рассуждать приходится о том, как потом. Что потом будет с этими детьми? Смогут ли они выздороветь от влияния пропаганды? Все-таки надо понимать, что до конца Второй мировой войны действовала нацистская пропаганда в Германии. То есть те дети, которым было 7 лет в 1944-1945 году, они дожили до 90-х и, в общем, здоровыми людьми дожили. Вы наверняка сами, Ольга Владимировна, подвергались действию советской пропаганды, будучи ребенком. Вас не заразило же это? Ну, все-таки надо понимать, что в наше время уже это не была настоящая пропаганда. На 80-е в Советском Союзе никто уже не верил в коммунистическую идею. Это не сталинские времена. Поэтому Брежнев и Сталин — это совершенно разные вещи. и к пропаганде тогда относились с большим юмором. И вот такой оголтелости не было. Я не обращаю внимания, что даже урок назывался «Начальная военная подготовка» в позднесоветское время, а вовсе не как там сейчас. Что-то там про безопасность Родины и вот это вот все. Другое дело, конечно же, что, на мой взгляд, путинская Россия — это тоже государство, у которого нет идеологии. Главная идеология Путина — это деньги. И вот это есть небольшая надежда на то, что у них вот все это не получится, потому что они сами в это не верят. Что касается нацистской Германии, то тут все гораздо хуже. И как раз те дети, которые были маленькими, они до конца полностью не смогли от этого избавиться. Для них все было не так однозначно, как сейчас любят говорить. Поэтому, собственно, все психологи, которые исследуют именно детскую психику, говорят, что наиболее опасно вот это идеологическое влияние на маленьких детей до 10 лет. В связи, Ольга Владимировна, наверное, особенно важным было бы фиксировать преступников, тех, кто этим занимается, хотя бы идеологов пропаганды среди детей. Кто бы это мог быть? Ну, окей, Путин там во всем, понятное дело, виноват, и все решения акцептирует, особенно такого рода. Но как вы думаете, в недрах чего могло возникнуть вот это понимание, что надо совратить именно сознание маленьких россиян? Администрация президента, управление внутренней политики во главе с Сергеем Кириенко, и, конечно же, Министерство образования, которое все это притворяет в действие, да, вот это те преступники, которые обязательно должны ответить за эти преступления, потому что это, на мой взгляд, одно из самых страшных преступлений, потому что это надругательство над будущим детей, и ничего страшнее просто быть не может. И я понимаю, что потом, когда ситуация в России изменится, самая главная задача будет найти вот этих нормальных учителей, которые смогут учить детей обычным нормальным вещам, да, как устроена природа, а не как нужно любить Путина. И вот все те, кто призывают сегодня любить Путина, они и самые настоящие преступники, в первую очередь против будущего России, да, то есть они совершают преступления против, ну, я не знаю, но это даже, наверное, предательство национальных интересов, боюсь этого слова. Да, да, так и есть. Спасибо вам большое, Ольга Владимировна, за этот разговор. Будем всегда на связи с вами. Спасибо, хорошего дня. Ольга Курносова, политический аналитик и главный редактор портала «Автор Эмпайр» была гостьей этой части эфира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok